35 тысяч детей республики отдохнули в лагерях и санаториях во время нынешней летней оздоровительной кампании. Больше двух тысяч поправили здоровье в Евпатории. Об этом нашему телеканалу рассказал министр образования Коми Владимир Шарков. Недавно комиссия под руководством заместителя главы Тамары Николаевой вернулась из Крыма, где оценила условия отдыха школьников. В Евпаторию дети из республики поехали в рамках соглашения о сотрудничестве, которое год назад подписали Коми и Крым. Репортаж Светланы Некрасовой. Санаторно-здоровительный центр «Дружба» – один из лагерей, где отдыхают этим летом дети из Коми. В этом клипе туроператор Евпатории обрисовал, в каких условиях они проживают, как питаются и чем занимаются. В лагерях Евпатории в этом году отдохнуло больше двух тысяч ребят из Коми. Почти половина – одаренные или попавшие в трудную жизненную ситуацию. Из всех предложенных здравниц Крыма руководство нашего региона одобрило только шесть. Остальные забраковали. Те, которые были приняты, получили некоторые замечания, что нужно сделать, для того, чтобы детям было здесь наиболее комфортно. Все эти замечания были устранены. И в этом году специальными чартерными поездами мы принимали детей, встречали их прямо на перроне. Мои сотрудники, сотрудники Министерства курортов и туризма выезжали на границу в Харьковскую область, для того, чтобы не было никаких инцидентов с таможней или с пограничниками со стороны Украины. И они там сопровождали, оттуда сопровождали детей до непосредственно самой Евпатории, где и дети проходили оздоровление. Никаких нареканий по поводу условий проживания и отдыха делегация из Коми не обнаружила. Да и дети ни на что не жаловались. А вот организацию воспитательной работы и досуга попросили подкорректировать. Мы хотели бы, чтобы они все-таки не только загорали, купались, но еще и интересно провели время. И в связи с этим у нас возникали некоторые просьбы, проблемы, претензии к организаторам, что все-таки хотелось бы более насыщенного для них отдыха. Понятное дело, что наши дети прежде всего поехали в Крым, как и в Краснодарский край, за тем, чтобы увидеть солнце, увидеть море. Но все равно, так скажем, они находятся у моря не целый день, поэтому хотелось, чтобы они не скучали в оставшееся от моря и солнца время. Впрочем, не в каждом лагере к претензиям прислушались, отметил министр. Поэтому на будущий год, возможно, список крымских оздоровительных лагерей, куда будут приезжать дети республики, снова скорректируют. Отдыхать на море ребята из Коми будут однозначно, но только на тех базах, которые будут полностью удовлетворять требованиям Минобраза республики. Как показал опыт, постоянный контроль дает результаты. Количество жалоб от родителей в этом году уменьшилось в разы.